Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачаево-Черкесия». События четверга в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Давайте теперь, пожалуйста, мой результат. Я прививки не боюсь. Если надо, уколюсь. Кому надо сделать прививку, а кому нет. Репортаж «Вестей». Я не знаю, как я живой остался. Орден за заслуги перед Карачаево-Черкесией государственную награду получил ветеран Великой Отечественной Исса Мусавич Яхкеев. Вышла в свет книга к кандидату исторических наук Владимира Захарова «История Алан. Вчера и сегодня». Автор повествует о тюркоязычности Алан и корнях карачаево-балкарского народа. Борьба на ковре разыгралась нешуточная. Спортсмены из разных регионов страны собрались в Карачаевске на открытом турнире по национальной борьбе тут уж. В республике зарегистрированы резкие рост числа госпитализации больных коронавирусной инфекцией. Сегодня выявлено 19 новых случаев заражения. В связи с этим увеличен до 305 мест коечный фонд действующего ковид-госпиталя в Черкесске. По поручению главы оперштаба республики Рашида Тимрезова проведен аудит готовности и других резервных госпиталей в городах и районах. А с 1 июля по поручению президента России для лиц 18 лет и старше начнется углубленная диспансеризация граждан, переболевших ковид-19. По ее результатам при необходимости будет назначено лечение и реабилитация. Карачаево-Черкесия она будет проходить на базе всех районных больниц, ФАПов и амбулаторий. А на нашем телеканале завтра в пятницу в 17.15 смотрите программу «Горячая линия». Это будет прямой эфир о вакцинации. Прозвучит даже ответ на вопрос, как полицейские выявляют поддельные справки о прививке и какая за это ответственность. А сейчас о рекомендациях врачей. Перед прививкой от коронавируса необходимо проверить уровень антител. Мои коллеги Галина Алиева и Руслан Куркмазов сдали анализы и получен ответ на вопрос, прививаться или нет. Так, и вот какие результаты у нашей Галины Николаевны? Галина Николаевна, у вас 15.2. Это очень хороший результат. С отличным уровнем антител Галине Алиевой все равно необходимо сходить к врачу, чтобы получить рекомендацию о вакцинации. А вот оглашают мой результат. 0,536. Вы, наверное, не переболели. Не болели, да? Нет. Вот, поэтому у вас нет антител. Мы пришли в поликлинику. Перед вакцинацией прием у врача. Вы болели, да? Я переболела в декабре. В декабре. Но на сегодняшний день у вас достаточный фильтр антител, хороший уровень. Вот, то есть на сегодняшний день вакцинироваться вам пока не требуется. Показаний к вакцинации нет. Галина Алиева никто не заставляет прививаться. И не потому, что она телезвезда, а потому, что антителу не у много, как звезд на небе. Далее моя очередь к инфекционисту. Если я, например, в течение этих полутора лет не заболел, может быть, у меня какой-то там шикарный иммунитет? Может быть. Может быть. Но надеяться на авось, что, может быть, меня и не коснется, это как бы не совсем правильно. Температура, давление, сатурация – все это проверяют. Задают много вопросов о состоянии здоровья. Ведь у человека могут быть противопоказания. Сахарный диабет, например. Это показания. Показания, например. То есть диабетиком можно вакцинироваться. Нужно. А онкологически вакцинированно? Нужно. Если он на этот момент не получает лучевую терапию, химиотерапию, он обязательно должен быть привил. Врач разрешил прививку. Заходим к медсестре Мадине. Не больно, нет вообще. Вас очень легкая рука. Спасибо большое. Руслан Куркмазов, Галина Алиева, Рашид Токов. Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня исторический день. 24 июня 1945 года на Красной площади состоялся легендарный парад в честь победы над фашистской Германией. Он не участник парада победы, но его подвиг к бессмертию, например, любви к родине, вечно образец истинного патриотизма. Ветерану Великой Отечественной Исаию Мусаевичу Яхкееву, жителю Карачаевска, доставили главную государственную награду республики – орден за заслуги перед Карачаевой Черкесией. Ахмад Халкевич продолжит. Высшие награды республики Исаий Мусаевич удостоены указом главы Рашида Темрезова. К ордену за заслуги перед Карачаевой Черкесией прилагается еще и денежная премия в размере 50 тысяч рублей. «Уважение заслуг достойных людей, в свою очередь, имеет воспитательную составляющую», – выразил верность мэр Карачаевска Альберт Буттаев. Также ценный подарок ветерану преподнесла и мэрия Карачаевска. «Если мы не будем заслуги людей уважать, то стремления к заслугам не будет. Мы сейчас как раз и переживаем тот период, когда мы разницу между теми, кто работает, между теми, кто достойный, недостойный, уже забыли. Поэтому в стране у нас происходит много вещей, которых не должно было происходить». Исаий Мусаевич родился 1 февраля 1925 года в селе Саманлык Таузского района Азербайджанской ССР. На фронт ушел в 43-м в возрасте 17 лет. Воевал на 2-м украинском фронте в составе 77-й стрелковой дивизии 105-го полка. Бой, после которого ему пришлось комиссоваться, Исаий Мусаевич помнит, как вчерашний день. «Все скосили, все ничего там, черный, ничего не осталось. Бой все пошел, все самолет, памперит все, танк идет, и там все такое. Я не знаю, как я живой остался я так. Очень сильная оборона была. В 77-й дивизии, мне кажется, ни одного человека так и не осталось. Все, раны, то и такое. И после демобилизации Исаия Хкеев продолжил ковать победу в тылу. Работал на Свердловском заводе номер 9, который производил ствольные и артиллерийские системы для фронта. Исаий Мусаевич имеет медали Георгия Жукова за победу над Германией. Награжден Орденом Великой Отечественной войны второй степени. В общей сложности отмечен 17-ю государственными наградами и знаками отличия. Ахмат Халкетчев, Али Бастанов, Вестикоречаево, Черкесия. Ну а сейчас время прогноза погоды на завтра. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии кратковременный дождь, гроза ночью в отдельных районах сильные, с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Ветер северо-западный 5-10, температура ночью 15-20, в горах до плюс 14, а днем 26-31 и в горах местами до 25. В Черкесске вечером и во второй половине дня кратковременный дождь и гроза, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, температура ночью 18-20, днем 28-30 градусов тепла. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. История Алан вчера и сегодня в Кочегу имени Умара Алиева состоялась презентация книги кандидата исторических наук Владимира Захарова. О важных вехах истории расскажет Корча Беджиев. Презентация книги профессора Владимира Захарова. «История Алан вчера и сегодня» состоялась в Кочегу имени Умара Алиева. Автор данного научного издания является обладателем высшего мальтийского ордена, сопредседателем Лермонтовского комитета, кандидатом исторических наук. Из-под его пера вышло более 80 книг и 1180 научных работ, публиковавшихся по всему миру. Три года Владимир Захаров собирал информацию со всех достоверных источников и научных исследований, рассказывающих о тюркоязычности Алан и корнях карачаево-балкарского народа. В своем издании он приводит неопровержимые доказательства, основанные на документальной базе. Большую помощь в проведении мероприятия оказали представители организации «Карачаево-Алан-Халк» Азнаур Гирюгов и председатель Совета ветеранов Карачаевска Ракай Алиев. Это достаточно долгожданная книга для общественности Карачаево-Черкесской республики. Мы верим, что некоторые вопросы, которые освещает автор, известный историк Захаров, в своей книге посвящена истории Алан, которые прочно обосновались еще до нашей эры на территории Северного Кавказа. И, конечно же, это связано, на первую очередь, с историей карачаево-балканского народа, отчасти с историей и других народов. Со слов Владимира Александровича, скоро увидит свет второе издание его книги и раздел, посвященный ДНК-генеалогии, которая появилась сравнительно недавно. Эту науку невозможно подменить, отмечает автор. На основе генетических данных, полученных во время раскопок, историки приводят в заключение, что карачаевцы и балкарцы являются потомками скифов-аланов. Очень интересное доказательство. Это доказательство, против которого не выступишь. Вы знаете, это появилось, ну она недавно появилась сравнительно, такая наука, ДНК-генеалогия. И когда у вас, у других людей возьмут образцы ДНК, да, вот, это безболезненные пробы, вот, потом проверяют их и устанавливают ваш генетический код. Это набор цифр, из которых, как бы, простому человеку ни о чем не говорят, да, вот. Но специалисты знают, отсюда можно установить, кто были предки. Владимир Александрович подчеркивает, что книга предназначена для историков, а также всех интересующихся происхождением алландского этноса. И ему очень приятно, что книга приобрела такое внимание со стороны научного общества Карачаевой Черкесии и Кабардино-Балкарии. Карчабиджиев, Расул Бердиев. Вести Карачаева, Черкесия. Возрождая былые традиции, в республике после нескольких лет перерыва состоялся открытый турнир по национальной борьбе Тутуши на призы Курманбия Алчакова. Дворец спорта «Олимп» Карачаевска собрал вместе десятки спортсменов из разных регионов. Алла Качиева о том, как проходила борьба и кто стал обладателем главного трофея турнира. Борцы Карачаева-Черкесии традиционно являются лидерами по борьбе на поясах по количеству завоеванных наград в нашей стране. Издревле Тутуш являлся частью культуры республики. Ни один праздник угорцев не обходился без национальной борьбы. Свой вклад в развитие и сохранение этого зрелищного вида спорта вынес и заслуженный работник торговли республики Курманби Алчаков. Он и сам некогда занимался борьбой и очень часто оказывал спонсорскую поддержку молодым спортсменам. А в этом году Курманби Магометович решил возобновить былые традиции, организовал турнир и учредил призы. За пропаганду спорта и здорового образа жизни, за вклад в укрепление дружбы между народами, сохранение обычаев, традиций, за организацию праздника старейшина села Дружба преподнесли ему подарок в виде жеребца карачаевской породы. Мы в Карачаево-Черкесии живем, свои традиции забыть, свои раньше то, что наши старики делали. Борьбу надо поднять, конный спорт надо поднять, толкание ядра надо поднять, спорт есть спорт. Кто спортом занимается, это самые прекрасные люди. У них и голова, и кровь, чище всех. Национальная борьба – бросковый вид спорта. Традиционно перед схватками борцы танцуют несколько минут, чтобы разогреть и размять мышцы. У нас в основном основное направление – вольная борьба, но наши ребята здесь борются. Но это именно для нас, это тоже мы отрабатываем броски. И борьба тут уж именно в этом и состоит, что броски идут здесь. Спортсмен ни секунду не стоит на месте, он должен бросить, чтобы выиграть своего соперника. Подарки от организаторов от рода Алчаковых достались мэру Карачаевска, Минспорту Краснодарского края и главному суде соревнований Алхазу Чучаеву. А борцов, помимо тренеров и многочисленных болельщиков, поддерживают артисты. Государственный ансамбль танца Карачаева-Черкесия Эльбрус и народный артист республики Султан Байкулов. Помимо судей, за схватками на ковре строго следят именитые спортсмены и представители власти. Все отмечают хороший уровень подготовки борцов. Борьба на ковре разыгралась нешуточная. Около ста спортсменов из разных регионов будут отспаривать звание лучшего в девяти весовых категориях. А на кону ценный приз – лошадь карачаевской породы. Мурзовек Месоста из Кабардино-Балкарии борется в весовой категории свыше ста килограммов. Чемпион мира отмечает, что подобные турниры являются большим стимулом, особенно для начинающих спортсменов. Сегодня он в числе тех, кто занял высшую ступень пьедестала. Слагаемые успеха ему очень хорошо известны. Самое главное – упорство, техника борьбы. Борцы карачаевской кейси в очередной раз доказали свое превосходство в этом виде спорта. Большая часть медалей, денежных призов и ценных подарков досталась именно им. Чаще бы такие соревнования. Людей много, все собираются, борются. Опыт в соревновании – это всегда опыт. На турнире методом слепого жеребия был разыгран и жеребец карачаевской породы Залим. Он достался Руслану Кубанову. А победителем абсолютной весовой категории стал двукратный чемпион мира по борьбе на поясах Расул Шедаков, которому достался баран карачаевской породы. Алла Качиева, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Завтра в 17.15 на нашем канале состоится премьера фильма «Люди Газпрома». В «Газпроме» одной из крупнейших энергетических компаний мира трудятся тысячи человек. Их работа протекает зачастую в самых суровых условиях вдали от цивилизации. Три профессионала из разных уголков России расскажут свои истории в фильме «Люди Газпрома». Смотрите на телеканале «Россия-1» 25 июня в 17.15. Таким был четверг Карачаева-Черкесия. Прямо сейчас продолжение сериала «Эксперт». Приятного просмотра и ждите вести.